Всё-таки состоялось неординарное, я считаю, событие 75-летия великой Аллы Борисовны Пугачёвой. Я так определил для себя. Миллионы людей, которые жили и продолжают жить в эпоху Пугачёвой, вот в каждом из них и есть частичка Аллы Борисовны. И как тут не вспомнить анекдот, который, как мне говорил её бывший мужик, продюсер Александр Стефанович, он запустил когда-то в народ, что в энциклопедии будет написано «Кто такой Леонид Ильич Брежнев?» Это мелкий политический деятель в эпоху Аллы Борисовны Пугачёвой. Вот как бы вы, если бы у вас была сегодня возможность лично её поздравить, её поздравили бы? Ну, я бы, во-первых, выразила восхищение её сегодняшним поведением, и для меня это очень важно, вот это понимание, что она нас не подвела. Нас, как общество, как её поклонников, как вот она была человеком, что называется, независимым, свободным, принимающим решения самостоятельно, всегда. Не зависит ни от погоды, ни от политбюро, ни от решений партии и правительства. Вот как она чувствовала, так она и поступала. Она часто ошибалась, как у любой нормальный человек, но она всегда принимала решения сама. Это очень важно. И мне кажется, что сегодня вдруг неожиданно народная певица, не народная артистка Советского Союза, а народная певица России оказалась в меньшинстве на своей родине и врагом народа. Это тоже её свободный выбор. Она по-другому поступить не могла. Ну, конечно же, я знаю, много там претензий к ней со стороны Украины, что она вообще-то ничего не сказала, не заявила свою антивоенную позицию. Но мне кажется, эта женщина, она как статуя свободы в Америке. Она сама по себе позиция. Вот как мы видим её поступок, как она уехала из страны, как она поддержала своего мужа, как она написала это заявление. Примите меня тоже, запишите меня в иноагенты, потому что я жена своего мужа. Вот это и есть её позиция. Поэтому здесь вообще никаких сомнений быть не может, на чьей стороне сегодня Алла Борисовна. В их семье главный муж и муж от имени семьи заявил позицию. Поэтому всё нормально. Именно так. И вообще, конечно, кто бы мог подумать, я тут их не могу разделить, Дим, потому что, мне кажется, это тот самый случай, может быть, даже впервые в жизни Аллы Борисовны Пугачёвой, когда муж, не просто муж, это не просто там какой-то муж, не какой-нибудь там молодой человек, на которого она обратила внимание и захотела с ним быть рядом, и стала его поднимать, стала его, как, собственно, она и была всегда. Вы это знаете прекрасно, что она всю жизнь своих мужей обслуживала в самом высоком смысле этого слова. Она их продвигала, она ими занималась, она помогала им восходить по этой лестнице популярности, помогала им реализоваться, реализоваться, самореализовываться. Это не тот случай. Здесь как-то, мне кажется, что соединились два очень сильных, мощных человека, два две сильных личности. И я думаю, что и Максим Галкин очень многих людей удивил, потому что никогда никто бы не мог подумать, что в этом парне кроется такая вот вообще сильная личность. Тело. Да, 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 да. Так что, мне кажется, она и здесь гордится, может быть, даже впервые в своей жизни Алла Борисовна Пугачева гордится своим выбором, своим мужчиной, своим мужем. Это тоже очень важно, мне кажется, для нее. Вы заговорили о мужей. Скажите, а ваш бывший муж, актер Николай Добрынин, которого, я помню, так любил Роман Григорьевич Виктюк, он мне о нем, кстати, всегда говорил в превосходных степенях, говорил, что он блестящий актер. Он что, как он поступил? Зиганул, как его многие собратья по цеху? Или хранит молчание? Или что-то сказал? Ну, это не бывший муж, это первый муж. Есть разница. Бывший муж – это буквально вчера недавно. Первый муж – это, извините, это давняя, совсем другая, другая жизнь. Это студенческий брак, талантливый мальчишка очень. Я за него всегда очень переживала, мне очень хотелось, чтобы у него все получилось. А он не зиганул. И для меня это очень тоже важное событие. Он не зиганул. Он молчит, но молчит для меня лично очень красноречиво. Он не выступает ни на каких патриотических концертах и вообще как бы нигде не заявлен и не замечен, как человек, который присягнул, что называется, этому нынешней власти и даже не власти, а ее преступлением, скажем так. Поэтому я считаю, что он молодец. Я знаю, что он в Москве. Мы с ним не общаемся вообще, но я знаю, что он в Москве, в России. Он работает, снимается, но он не зиганул. Об этом я знаю через его товарищей, через его коллег по цеху. И он не зиганул. И это хорошо. Как вам кажется, большинству зиганувших хоть плохие сны снятся, они хоть иногда понимают, где они оказались? Мне бы очень хотелось, чтобы это было так. Я серьезно отвечаю на ваш вопрос. Мне бы очень хотелось, чтобы этих людей мучила совесть. Тех, кто зигует, те, кто в открытую поддерживают войну. Не то, что поддерживают, а воспевают ее. Мне бы очень хотелось, чтобы это было. Потому что тут такая штука, это же такой самоуговор. Ведь человек, который принимает решение быть на этой стороне или на той стороне, он же должен как-то для себя это объяснять, аргументировать. И человек, который выбрал сторону войны, и который выбрал сторону Путина, и который выбрал сторону вранья абсолютного и понимает, что это вранье. Ведь не только всякие артисты, певцы и прочие творческие деятели вся эта интеллигенция присягнула. Есть и пропагандисты, которые присягнули, которые активно подтверждают свою лояльность и свою любовь, и свою преданность режиму. Но это очень серьезный вопрос. Ведь все, я уверена, я не сомневаюсь в том, что все эти люди знают, что все вранье. Знают, что нет никаких нацистов, что не было никаких причин вступать, бразить танками территорию Украины. Никаких причин нет. Никаких врагов там нет. И что все это абсолютное вранье для быдла, для плебса. Они все это прекрасно понимают. И эти люди, которые прекрасно понимают, мне кажется, еще более виноваты и должны нести за это ответственность, за свой выбор, чем те, кто в это слепо верит. Таких тоже много, но они меньше интересуют историю. Согласитесь. Потому что в истории останется ответственность тех, кто знал, что это вранье. Знал. Вот. А это, да, это люди, артисты, режиссеры, писатели. Так писал Евтушенко, он знал, что вертится земля, но у него была семья. Да, 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 да. Ксения, а сколько лет вы уже вне России? Ну, так скажем, как бы решение большую часть времени проводить вне России, мы приняли, наверное, внутренне, я приняла это в 15-м году после убийства Бориса Немцова, мне показалось, это для меня такая была... Убийство было у вас в эфире? Да, да, это была для меня вот какая-то такая точка, которая разделила всю мою жизнь на до и после. Поэтому я уже чувствовала, что я там не хочу быть. А уехали мы в 17-м году после покушения на нашу коллегу Татьяну Фельгенгауэр, хотя это была бытовуха, чистой воды, там не было никакой политики, это был сумасшедший человек. Но у меня какая-то началась тогда мания преследования, и я поняла, что мы должны бежать отсюда, бежать там, это чужой дом, чужой город. Я не могу говорить там за всю Россию, что называется. Я эту страну, как выясняется, сейчас... Не знала. Я ее не знала, не знала, понимаете? А вы жили в другой стране, Москва – это другая страна. Да, я москвичка, это посчитать, что вот такая есть отдельная национальность, национальная принадлежность. Я москвич. Конечно же, вот вы говорили про Николая Добрынина, про моего первого мужа, который родом из Таганрога. Я прекрасно помню свои посещения этого славного города тогда еще в советское время. И я... Это была другая страна. У меня там были просто... Ну, шок был от многих вещей, которых я не знала и не предполагала, что это так. Как живут люди, как они смотрят на Москву, о чем они мечтают, как они... Что они едят. И это было... Рыбку вкусную едят. Рыбку вкусную. И то это только на рынке. Рыбка вкусная на рынке. А так, я помню, еще Москва тогда не знала, что такое... Какие там талоны и карточки. А Таганрог жил по карточкам и по талонам. Это было в 80-е годы. Вообще, мне даже в голову такое не могло прийти. Мои девочки из Москвы, что такое вообще возможно, что так живут в России. Так что для меня все это большое открытие. То, что сейчас произошло за эти два года. Мне кажется, даже мы с вами разговаривали в прошлый раз про это, что для меня лично открытие этой войны это открытие моей страны. Я ее не знала. Я не знала этих людей. Не знала. И сейчас продолжаю поражаться этой стороной покорности и смирению, а с другой стороны этой абсолютно слепой вере в абсолютную чушь. Что только им не скажут по телевизору. Они во все это верят, в эту чушь собачьей. Поэтому они могут поверить в инопланетян. Помните, вот было в советское время, мы с вами все советские люди, вот эти все уфологи. Я помню, что это была какая-то... Профессор Ажажа. Помните был? Вот, вот, вот. И ведь многие люди в это верили, в каких-то инопланетян, в каких-то... Были профессиональные уфологи. Вот сегодня то же самое. Только вместо уфологов сегодня вот люди, которые рассказывают про украинских фашистов и нацистов, людей с пёсами голова. Вот что сегодня. Вы знаете, что поразительно? Вот я хочу понять природу вашего решения, вашего поступка. Это тот случай, когда решение стало поступком. Вы популярнейший человек в России. Вы живёте у себя дома, в Москве. Вокруг ваши люди. У вас прекрасный круг общения. Интеллектуальная элита. Люди, с которыми приятно дышать одним воздухом. Вы встаёте и уезжаете. А не лучше ли было по-прежнему находиться в Москве? Да, делать вид, что то, что нужно говорить, вы в это верите. Говорить это. Ну, в конце концов, ну, и он так делает, и она, и вот они так делают, и он тоже. А шо я хуже? Почему вы решили не быть такими, как большинство? Вы знаете, на этот вопрос ответить легко и сложно, потому что ответ непростой. Давайте так. Я частями, наша семья, мы частями уезжали. Понимаете? Вот как сначала отбрасывали парочку пальцев, потом парочку ушей, потом ещё. Частями, понимаете? Про уши сейчас не модно говорить. Да, это было частями. Мы уезжали постепенно, поэтому здесь не было такого как бы вот решения об эмиграции. Это было не так. Это было не так. Это всё происходило постепенно. И никто не... Мы не знали, что будем там совсем отрезаны от страны, не предполагали этого, не предполагали. Отрезали мы себя 24 февраля 1922 года. До этого всё-таки и приезжали там... Ну, до этого была там пандемия два года, поэтому никто никуда не ездил, вообще всё замерло. Вот. А так мы себя не отрезали. Мы понимали, что да, мы живём отдельно, мы продолжаем работать в России, мы продолжаем работать на радиостанциях «Эхо Москвы», на которой мы работали все эти десятки лет, 30 лет и 3 года. Но 24 февраля оно как бы вот всё закрыло. Закрыло нас... Давайте так. 24 февраля закрыло тему возможного возвращения. Поэтому мы не типичные релаканты и иммигранты. Мы ничего с собой не взяли. Мы уезжали, поскольку частями эмигрировали, и у нас нет ничего. Это было просто вот место, где мы жили большую часть времени, но дом наш оставался там, в Москве, с нашими книжками, с нашей библиотекой, с нашими вещами, с нашими архивами, с нашими фотографиями, со всем скарбом. Так и осталось. Ничего, ничего, Дима, ничего нет. Ничего. Я здесь живу без прошлого. В этой квартире, там, где мы находимся, нет никакого прошлого вообще, кроме моих личных воспоминаний и того, что там увезено на экране компьютера каких-то вот фоток, которые когда-то ты где-то там помещал. Ничего нет вообще. Поэтому тем, тем, картину у нас наш потрясающий наш друг, художник Владимир Любаров, наш близкий товарищ. У нас там дома остались, остались его картины, которые он нам дарил. Настоящие, живые картины. Художника, большого художника. Ничего не осталось. Поэтому, ну что я буду сейчас причитать по этому поводу, когда люди в Украине теряют все жизни, прошлое, дома, квартиры, остаются вот в избоздушном пространстве, в состоянии вечного беглеца, вечного беженца. Что я тут буду жаловать? Конечно же, нет. Но я стараюсь просто об этом не думать, понимаете? Я для себя эту тему вот как ножом масла, просто отрезала. Я стараюсь об этом не думать. Вы допускаете какую-нибудь чисто гипотетическую возможность когда-нибудь вернуться в свой город? Уже нет. Скажу честно, я к этой мысли себя уже приучила. Во-первых, это не мой город. Давайте с этого начнем. Он нигде не мой город. Может быть, там осталась какая-то часть моего города в отдельно взятой квартире, в которой я прожила большую часть жизни. Или там в квартире моих родителей. Но город чужой давным-давно стал чужим. И я себя не чувствовала не то, что хозяином, это неправильное слово. Я себя не чувствовала частью этого города давным-давно. Поэтому повторю, эту тему я для себя отрезала. Допускаю, что никогда не вернусь. Ну, вернее, что никогда. Что я умру не там, умру на чужбине. И все. И больше никогда не увижу ни своей квартиры, ни своих любимых мест, ни своих любимых театров. Но это невозможно. Это сейчас все другое. О чем мы тут будем тосковать? Про что мы будем тосковать? Про то, что я не пойду по какому-нибудь набережной, не пройдусь? Или не попаду в какой-нибудь театр? Это все не имеет никакого отношения к тем моим воспоминаниям, которые остались со мной. Этот город, который я помню другим, и эти театры, которые я помню другими, эти спектакли, эти люди, в конце концов, с которыми меня связывала жизнь. И я сейчас с куда большим интересом слежу за тем, как работают и творят мои товарищи, которые уехали из страны. Кирилл Серебренников, Дмитрий Крымов, многие-многие другие, Тимофей Кулябин, многие другие. Слушайте, как в песне «Вижу город, которого нет». Нет. Это так. Это так. Это чужой город. Чужой.